Школа села Смоленко считается довольно большой. Сегодня здесь в две смены учатся 804 ребенка. Причем не только из самой Смоленки. Детей на учебу привозят из ближайшей Карповки, поселка Забайкалец и дачных кооперативов. Проблема с блокировкой счета на основании судебных приказов здесь возникла, как и в большинстве других школ Читинского района. Проблема была связана с долгами, в основном по налогам, по отчислениям фонда. Но продолжалось в нашей школе это недолго, в течение месяца декабря. В конце декабря счет был разблокирован. И сейчас деньги идут. Наша главная задача сейчас погасить долг перед коммунальщиками. Сейчас долг за тепло перед компанией «Теплоремстрой» погашается частями. И, как рассказала директор школы, уже готовится договор на оказание услуг в 2019 году. Она отметила, блокировка счета не отразилась на выплате зарплат учителям. Деньги они получают вовремя. Впрочем, счета бюджетных учреждений и администрации поселений были заблокированы и в других районах края. Непростая ситуация в конце года сложилась в Шилкинском и Петровск-Забайкальском районах. Часть долга там уже удалось закрыть. К концу января все счета в муниципальных учреждениях будут разблокированы. Благодаря целенаправленным действиям губернатора и правительства Забайкальского края в декабре месяце удалось получить дополнительную дотацию с федерального бюджета в объеме 1,3 млрд рублей, которая была в полном объеме направлена на решение проблем муниципальных бюджетов, связанных с погашением кредиторской задолженности, с ее наличием, с ее нарастанием. И в настоящий момент можно говорить о том, что кредиторская задолженность по страховым взносам в небюджетные фонды, в частности в пенсионы, погашена в полном объеме. Проводятся дальнейшие операции по оплате остальных задолженностей по другим статьям расходов. По словам Марины Кирилловой, на 1 января 2019 в крае оставалось 108 заблокированных счетов. Для сравнения, на ту же дату в 2018 году их было 750. Динамика в течение года у нас была положительная. На 1 декабря было 250 счетов. Вот по этим 108 и проводится работа в течение января, поскольку деньги поступили в конце декабря и остались на конец года в пути. Разблокировка счетов позволит бюджетным учреждениям, образовательным и в сфере культуры, и администрациям поселений приобретать все необходимое для своей работы, беспрепятственно пользоваться средствами на своих счетах.